Дорогие мои зрители, сегодня у нас будет видео как носить белые брюки и это довольно такая больная тема. Знаете ли, молодым и стройным девушкам носить белые брюки легко и просто нет никакой проблемы. Девушкам не очень молодым и не очень стройным носить белые брюки довольно тяжело и проблематично и как бы я постараюсь вам показать несколько образов которые я подобрала и которые я собрала и я надеюсь что это поможет вам у нас на носу весна и как бы вот белые одежды в том числе белые брюки это самое то весной. Я вам хочу сказать что если вы смотрите меня то вы знаете я с брюками как бы не очень дружу я люблю юбки платье и так далее. Брюки это не моя не самая моя любимая одежда потому что потому что молодым и стройным носить брюки легко они молодым не очень стройным брюки составляют некоторые проблемы но тем не менее я взялась за это дело я взялась за это видео за нелегкое так сказать видео и решила его записать героем наших сегодняшних примеров будет героем брюки это герой или героиня героиня и так героем наших сегодняшних примеров будут брюки из магазина массима дути вернее а это вот брюки массима дути льняные белые брюки которые выглядят очень мято но вы знаете что льняные брюки и гладь не гладь вы можете их отпарить и отгладить и вы выйдете на улицу через 10 минут вы будете такая же как будто вы вообще утюг не касался этих штанов эти брюки я купила в винарсе вы знаете я водила вас винарс и показывала что там можно из массима дути вещь купить но за сущие копейки там за 12-15 долларов то же самое с этими брюками то же самое со всеми остальными вещами которые я с ними сегодня буду примерять а я буду их примерять это бы два летних пальто такой вязаный длинный жилет длинная колонка как кофточка и в общем кофточка на бретельках пиджак белый в черную клетку и два свитера обуви сумки будут там разные всякие отовсюду но все вещи так сказать одежда будут фирмы массима дути которые я купила винарси вот за совершеннейшие копейки то есть каждый комплект там может быть все вместе будет стоить 30 50 долларов включая пальто и свитер и брюки все давайте будем смотреть давайте будем примерять давайте будем обсуждать если вам понравится я очень надеюсь что вам понравится то я вас очень прошу поставить мне лайк в конце этого видео потому что сейчас не ставьте потому что вдруг вам не понравится поставьте мне дизлайк и подписывайтесь обязательно на мой канал я буду вам очень благодарна и пить и я уже становлюсь настоящим блогером который выпрашивает подписки и лайки потому что все блогеры это делаю это делать это не напрасно потому что в принципе как бы на ютюбе ну что делать такие порядки что если у вас нету подписчиков и вам не ставят лайки то ваше видео никто не смотрит и в принципе эта вся работа она идет в пустую и это очень обидно на самом деле ну хорошо все давайте об этом не будем сейчас давайте будем смотреть и посмотрим что у меня получилось и какие образы я придумал я немножечко решил прокомментировать свое видео хотя в принципе так все понятно вот вы все видите на экране белый свитер белые брюки вот эти вот самые льняные черный пояс и такое пальто она в принципе выглядит как черное хотя на самом деле она такой асфальтовый цвет темно-серый очень удобно и очень удачное пальто я его очень люблю подходит ко всему очень легко носить с чем угодно а вот здесь я значит пальто сняла пояс сняла осталось просто в брюках и в свитере такой total белый лук не всегда он как бы легко его носить total белый немножко знаете я когда одеваюсь total white я себя чувствую какой-то такой ними невестой слегка ну можно на самом деле здесь такой свитер ментолового цвета и я ужасно горда тем как я подобрала туфли и сумку туфли вообще точно в цвет свитера сумка не очень но в общем очень близко и очень похоже и я старалась но ну да сейчас не модно подбирать все все одного тона но я люблю потому что мне кажется что это красиво а на самом деле большинство образов моих такие знаете пастельных тонах потому что идея была на самом деле этого видео снять образы на весну в пастельных тонах но в процессе съемки у меня как-то поменялось видение того что я снимаю о чем я хочу снять и в общем но некоторые вещи пастельных тонов остались они присутствуют большинство на самом деле вещей а это еще одно пальто молочного цвета оно такое тонкое пальто из льна и хлопка тоже очень удачно я оставила тот же свитер те же туфли просто сверху накинула как бы это пальто исключительно удобное и удачное пальто очень удачный цвет молочный тоже как абсолютно ко всему подходит вообще эти два пальто я их очень люблю потому что одно такое темно-серое а второе бежево-молочное очень легко сочетать с чем угодно здесь я надела такой топик тоже льняной с белой такой с зеленым рисунком с льняными брюками очень хорошо сочетается и достаточно такой он тоже удобный не немножко кратковатый я как-то предпочитаю все таки прикрывать в общем то кто бы подлиннее носить если я ношу брюки вот этот вариант это значит очень современный модный вариант который надевать свитер в качестве как бы шарфа на одежду в том числе на верхнюю одежду это очень модно в этом сезоне и и в принципе мне это нравится я вообще люблю носить свитера в качестве как бы сверху накидывать в качестве шарфа здесь такой немножко розово-сиреневая такой тон получился у меня вот этот самый вязаный жилет он вязаный такой трикотажный жилет ну из из трикотажа и и такой разноцветный топик я под него надела чтобы немножко так освежить композицию что называется вот сумка такая у меня тоже в розово-сиреневых тонах здесь образ спорный но я люблю всякие эксперименты и в принципе я надела пиджак черно-белый пиджак в клетку наверх на этот топ и на этот жилет жилет как бы выглядывает из-под пятницы суббота что называется но знаете я люблю эксперименты я люблю пробовать что-то новое в принципе возможно это для разнообразия для интереса можно так одеться если вы достаточно смелы здесь это уже на более так сказать теплую теплую погоду этот под жилетом у меня топ без рукава мачка такая на шлеечках руки открыты то есть это на достаточно теплый период времени и такая спокойная у меня сумочка багет бежевого цвета здесь я надела пояс на все на это на это по конструкцию так сказать ну вы знаете пояс всегда всему придает интересное как бы видение ситуации и здесь достаточно простой образ потому что костюм это не костюм вернее а пиджак белый в черную клетку с черными пуговицами я надела конечно черный топ но добавила красные аксессуары это обувь и сумка чтобы добавить какой-то акцентный цвет чтобы разнообразить и сделать этот образ более таким разнообразным и интересным ну вот дорогие друзья такое у меня получилось видео такие у меня получились образы я надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно полезно и надеюсь что вы будете как-то возьмете себе на вооружение как-то будете использовать мои советы и и то что я вот подобрала для вас в принципе вы можете подобрать похожие вещи или как-то просто вдохновиться так сказать моими образами потому что ну весна уже на носу и белые брюки самые становятся актуальны одежды сейчас как бы в принципе люди носит белой зимой но вот я честно говоря я не знаю как я не ношу белые брюки зимой хотя пыталась но даже то что я перемещаюсь на машине тем не менее у нас в канаде как бы зимой носить белую одежду так немножко стрёмно неудобно и в общем ее надо сразу после этого стирать сразу сразу тут же и даже можно белые брюки точно можно не отстирать это без лякоть и снега и так далее но не суть все будем с вами прощаться я надеюсь что вам понравился где что вам было интересно и я надеюсь что мы встретимся с вами очень скоро в следующем видео пока пока бай всего доброго люблю вас